В Химическом институте имени Бутлера ВКФУ состоялась защита дорожной карты подразделения, которая затронула вопросы программы повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. Начиная с защиты, директор Химического института Владимир Галкин обратил внимание присутствующих на одну из важнейших задач института значительно повысить процент иностранных обучающихся до 2020 года. На сегодняшний день, в принципе, мы в 2016-2017 году планы выполняли по иностранным студентам, но вот сейчас в 2018 хотим довести до 10, и в 2020 году до 20%, поскольку такую задачу поставил ректор. Ну, география иностранных обучающих всего на сегодняшний день 33 студента и 10 аспирантов, всего 43 человека. Глобальные вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед институтом, включают в себя опережающий рост нефтехимической промышленности. Отвечая мировым тенденциям, химический институт планирует развивать биомедицинскую химию, фармацевтику и многое другое. Обновленную программу развития до 2020 года представил директор института Владимир Галкин. Основная стратегия, которую мы пытаемся проводить, которая может существенно повысить эффективность работы, это, естественно, существенный численный рост обучающихся и научно-педагогических работников химического института за счет образования, науки, интернационализации и финансов. По словам Владимира Галкина, ученые-химики КФУ занимаются приоритетными направлениями исследований координационной химии, нефтехимией, катализом, фармацевтикой, химией для медицины, наночастицами и наноматериалами и многим другим. Благодаря этому, а также значительному финансированию, достигается ежегодный рост количества статей ученых химического института КФУ в Скопус и в ВОЗ. Количество публикаций в ВОЗ и Скопус, ну, они примерно совпадают. У нас практически все статей, которые в Скопус попадают в ВОЗ, 90% в 95%, значит, 200% до 560%, ну и вхождение в топ-100%, 200% мировых рейтингов в предметном области химии. Значительную часть доклада Владимира Галкина заняла сфера образования. Заслушав выступление директора химического института, Дмитрий Таюрский озвучил собственные рекомендации. Одна из них коснулась развития в университете программы радиоационной химии. Это то, что требуется сейчас очень-очень многим специалистам в области медицины, чтобы просто понимали, что такое, как дозу рассчитать, посмотреть, что такие химические воздействия. Это элементарно можно сделать, зарабатывать на этом деньги. В рамках защиты дорожной карты было сказано и о стратегии химического института по привлечению в КФУ талантливых абитуриентов в международном сотрудничестве, международных мероприятиях, которые планируется провести на базе КФУ. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.